друзья всем привет в этом ролике хочу вам рассказать про новое явление в нашем обществе такое как цифровые протесты но начну с владимира соловьева я конечно не смотрю его новое шоу на youtube по этому поводу я снял соответствующий ролик ссылка будет в описании что я думаю по этому поводу но сегодня пришлось посмотреть его передачу целиком наполненную пропагандой под завязку и при том видно что он сам не верит в то что говорит но тем не менее отдать ему должное он действительно большой профессионал и вся его шумиха вместе с уткиным на мой взгляд направлено именно на хайп на зарабатывание денег как им самим так и уткиным так вот сегодня он меня повеселил давно я не улыбался не смеялся но сегодня улыбнуться пришлось он начал свою передачу и вообще своих передачах он не стесняется абсолютно выражение визит ведет себя как какой-то взбесившийся пропагандон и теперь посмотрите что говорил он и посмотрите вырезку из ролика камикадзе и попробуйте как говорится найти два отличия просто ютюбу какого хрена в очередной раз не пришли оповещения почему что дневной эфир вы попытались пессимизировать а что люди вообще не могли найти трансляцию даже при желании что сейчас вечер и опять не приходит сообщение хотя подписано о том что программа вы так меня боитесь вам так страшно или что украинские модераторы сидящие на зоне относящих российской федерации ютюба делать все возможное чтобы навальный и прочая либерация выполняла политические задачи якобы не на политическом ютюбе что у вас происходит вообще что-то заигрались интереснее вчерашний ролик абсолютно вирусный про русских детей хозяев из китая который даже вконтакте у меня на личной страничке набрал 200 репостов неважно они скрутили лайки эти 33 тысячи лайков 33 тысячи просмотрите 48 чем где-то вот на это количество и скрутили если вы видите под моим роликом у вас поставлен лайк снимайте его и ставьте по второму разу и проверьте ваш лайк на вчерашнем ролике про русских детей потому что в конец охуевшие бледины из российского ютуба уничтожают мой канал который должен набирать 500 600 700 тысяч на каждом видео потому что в каждом видео хайп в каждом видео скандал в каждом видео ублюдки которых надо деанонимизировать и наказать надеюсь вас тоже позабавило немножко подняло настроение это видео как я говорю профессионал соловьев с большой буквы и не стесняется даже учиться у корифеев ютуба таких как камикадзе на мой взгляд это свидетельствует именно об этом но теперь к основной теме ролика по россии проходит волна первых цифровых митингах с таким названием была опубликована статья на сайте русском свободы и это на самом деле явление очень интересное потому что она во первых новое во вторых в любом случае операторы тех же яндекс карт и того же тугис при появлении таких митингов столкнуться с проблемами и сложностями по удалению этих меток и позиция пользователей яндекс карт я думаю что будет донесена до высшего руководства и хотя бы таким образом можно выразить свою точку зрения и достучаться до руководитель нашей страны я думаю в любом случае реакция на это будет сейчас пока вся реакция заключается в том что эти сообщения удаляются но в дальнейшем полагаю что этот инструмент запросто можно использовать особенно в период самоизоляции как способ выражения своего мнения жители нескольких городов миллионников устроили в яндекс картах спонтанные массовые акции протеста причем их уже стали разгонять яндекс стал удалять реплики от пользователей в местах массовых цифровых скоплений пользователи рунета в нескольких городах россии устроили массовые акции протеста используют для этого сервисы яндекса в режиме онлайн о том как происходят цифровые митинги у себя в телеграм освещает журналист эхо москвы александр плющик один из самых таких крупных цифровых митингов был состоялся в ростове-на-дону говорят о десятках сообщений но судя по опубликованному посту марии подлесновой фейсбук этих сообщений мне кажется даже сотни ну тут сообщение такие режим ч.с. или хватит ограничивать людей требую ввести режим ч.с. нет денег заплатить кредиты что нам делать дайте работу нечем оплатить за ипотеку отменяйте тогда налоги и кредиты ничего работы нет недовольство жителей вызвало то что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане по их мнению не получают необходимую социальную помощь режим всеобщей самоизоляции действует в ростовской области с начала апреля в области по данным федерального штаба на 20 апреля выявлено 292 заболевших 13 из них вылечилась в екатеринбурге тоже прошел цифровой митинг который как пишет плющев перерос цифровой бунт яндекс взялся тереть сообщение тогда их стали писать с новой силой кроме того митинг начался в санкт-петербурге а в москве состоялась попытка разгона дальше вот еще интересный пост навальный что ли пишет митинг у кремля без смс и регистрации то есть для массово люди возле кремля начали оставлять такие же сообщения в яндекс навигаторе прямо сейчас яндекс разгоняет несогласованный митинг против путина на красной площади москвичи оставляют сотни комментариев но администраторы их мгновенно удаляют многие пользователи положительно оценили практику проведения таких акций протеста и возможно эстафетную палочку действительно подхватит другие города сделав такого рода акции по настоящему массовым явлением на 28 апреля текущего года на 18 мск запланирован онлайн митинг за жизнь который намерены провести на своем youtube канале организаторы компании нет ну помимо митингов на яндекс картах также проводят и митинги в youtube каналах конечно же и концерты проходят и балет сейчас можно посмотреть я недавно впервые оказался посмотрел балет большого театра на своем телевизоре так что жизнь внутри цифры расцветает буйными красками хочу вам сказать на 20.00 москвы вчерашнего дня к протестующим городам присоединились самара челябинск нижний новгород новосибирск причем в последнем случае люди стали использовать для этого два гис или ту гис то есть не только в яндекс карты но и протестующие вышли на карты ту гис митинги на яндекс разговорчиках в прямом эфире они реально не успевают удалять вообще эффект стрейзент big data edition если бы они сегодня проигнорили завтра уже могло бы сойти на нет как милое чудачество но тут прямо движение на глазах разворачивается для яндекса игра опасна с двух концов на одном ни хрена не понимающие власти на другом отлично все понимающие пользователи и гнев их бывает очень неприятен это еще один пост от александра плющева акцию жителей ростова-на-дону заметил губернатор расхода ростовской области василий голубев сообщила телеграм-канал подъем его пресс-секретарь ирина четвертакова по ее словам он указал главе администрации города на недоработки допущенные в организации выдачи пропусков и потребовал власти города изменить работу пунктов выдачи то есть доходит даже до губернаторов поэтому я и говорю что такие митинги могут иметь очень неожиданный эффект ну и в итоге в цифровой протест влились еще несколько городов уфа воронеж оренбург ярославль кострома казань саратов краснодар в казани виртуальные митинги собрались у здания правительства республики на площади свободы другие вовсе стояли в скобочках на воде скандируя ведите ч.с. денег дома не осталось а фнб 17 триллионов рублей на такой случай или олигархов раскулачить и будет счастье у кремля митингующий просил закрыть за него ипотеку и кредиты мне больше ничего не нужно я буду сидеть дома в конце концов пришли модераторы яндекса и всех разогнали оренбуржцы тоже не остались в стране в качестве площадки они выбрали место перед домом советов среди лозунгов оплатите жкх требуем ч.с. предпримите что-нибудь и другие жители екатеринбурга сравнили текущую ситуацию с тихими девяностыми когда у людей не было работы и денег на еду статья достаточно большая содержательная ссылку на нее оставлю в описании ну вот в итоге друзья не каждый готов завести свой youtube канал и начинать выражать свою точку зрения на общее обозрение но в помощь таким людям есть сервисы которые у каждого в его смартфоне имеются такие как яндекс карты или тот же тугис то есть что мы сейчас видим цифровое общество действительно входит в свои права и сегодня же поступила новость о том что правительство резко приняло какой-то закон о цифровизации может быть я поговорю на эту тему с одним из юристов русском свободы саркисом дарбинянам у меня есть с ним интервью где он рассказывает о где он дает рекомендации как вести себя обычным гражданам во время самоизоляции ссылку на него тоже прикреплю в описании так что вот такие новости решил вас немножко ободрить во время когда улыбаться совсем не хочется тем не менее что-то да появляется на что можно обратить внимание улыбнуться и увидеть новые возможности для выражения своего мнения подписывайтесь на мой канал друзья кто смотрит видео без подписки ставьте лайки спасибо вам за просмотр у меня этом пока все спасибо за внимание всем пока